Я хочу наполнить эту землю чудесами. Я вижу боль людей, слышу их вопль. Время коротко. Господь говорит, я хочу наполнить эту землю чудесами. Время коротко. Я слышу боль людей, я слышу их вопль. Я вижу их боль. Дорогие, всем привет. Я в прямом эфире. Мы в нашей студии «Притяжение неба». Меня зовут Аксамита, город Киев, Украина. Международное движение «Притяжение неба. Церковь. Даятель жизни». Я выхожу в этот эфир, чтобы вместе с вами сегодня окунуться в божественную реальность его присутствия, его любви, его сострадания и его силы. Огромное спасибо всем, кто подключается. Благодарю вас за ваши репосты. И сегодня мое желание, чтобы мы с вами окунулись в реальность Духа Святого. Я слышу и вижу, и точно так же, как Господь говорит, я вижу вопль людей. Сегодня так много вопли людей, вопли боли, вопли страдания, вопли страха и отчаяния. Господь говорит, я вижу вопль людей, я слышу их, и я хочу наполнить эту землю чудесами. Давайте вместе напишем эти слова. Господь хочет наполнить эту землю чудесами. Добро пожаловать, дорогие братья и сестры. Где бы мы ни были с вами сейчас в социальных сетях, или вы в записи смотрите, добро пожаловать в этот эфир, где Господь будет наполнять наши сердца, наши жизни, наши тела и наши семьи его чудесами. Я продолжу читать, пожалуйста. Итак, Господь говорит, если ты будешь дерновенной и не будешь ограничивать меня, ты перейдешь в стадию чудес в твоей жизни. На моих руках сила, в устах власть и в сердце сострадание. Давайте вместе с вами сейчас, с этих первых минут, будем включаться активно. И говорите, пожалуйста, это со мной, потому что есть сила в твоих устах. Говори со мной и пиши одновременно, пожалуйста, в комментариях. На моих руках сила, в устах власть, а в сердце сострадание. Во имя Иисуса Христа. Это время чудотворной силы Божьей. Дорогие, я начинаю буквально с первых минут, потому что через несколько минут мы пойдем с вами в молитву. Мы пойдем просто на руки нашего Господа. Мы вместе с вами залезем на его отцовские колени. И если кто-то из вас настолько обессилен, что вы не можете это сделать, мы здесь для вас, родные. Мы здесь, чтобы проговорить это слово, чтобы поднять ваши опустившиеся руки, ваши ослабевшие колени. Мы пойдем ко нашему Отцу Небесному, чтобы окунуться в его любовь, чтобы полностью быть сегодня исцеленными. И вы знаете, для некоторых из вас сегодня так важно быть, поэтому включитесь. Возможно, вам нужно от чего-то сейчас отключиться, убрать все какие-то моменты, которые будут вас отвлекать. Потому что я слышу, я вижу эту картину, что кто-то из вас, вы настолько уже обессилены, вы настолько сейчас в этой эмоциональной такой нестабильной ситуации, что все, что нужно Господу сделать, это крепко вас обнять до той степени, что вы просто даже не сможете шевелиться. Вот так Господь сегодня обнимет вас своей любовью, вот так Он успокоит вас, поэтому не пугайтесь, что на какое-то время вам покажется, что вы как будто бы не способны ничего делать, ни о чем думать. Просто принимайте Его любовь, просто принимайте Его отцовскую милость и Его исцеляющую благодать. Аллилуйя! Итак, давайте еще раз это провозгласим вместе, потому что сегодня Господь будет касаться и вас, и также многих из вас будет учить тому, как служить людям Его исцеляющей силой. То, что Господь тогда сказал мне, то, с чего мы начали, Господь разбудил меня рано утром, чтобы сказать, я вижу боль людей, я слышу их вопль, и я хочу наполнить эту землю чудесами. Итак, Господь сказал мне тогда, когда волной перед моими глазами проходили сцены могущественных исцелений, я и сейчас их вижу, дорогие, и я прошу вас, чтобы вы вместе со мной начали это видеть. Господь тогда показывал мне, это рак, спид, глухота, немота, бесплодие, диабет, руки, ноги будут вырастать, глаза появляться, это время чудотворной Божьей силы. И снова Господь говорил, на моих руках сила, в устах власть, а в сердце сострадание. Драгоценные, любимые, Божьи дети, чудотворцы Его Духа, я в этом эфире сегодня, чтобы передать вам вот это наполнение от Духа Божьего, чтобы друг друга нам с вами сегодня вот так вот встряхнуть и понять, когда мы сказали, Господи, Ты мой Бог, когда мы исповедовали Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, Он каждому из нас сказал, добро пожаловать, сверхъестественное. И сегодня Господь хочет напомнить нам с вами, что наша жизнь призвана быть абсолютно сверхъестественной. Давайте не забывать, давайте сейчас будем активировать это предвкушение, это ожидание. Бог действительно хочет наполнить эту землю чудесами, и Он для этого сделал все, отдал свою жизнь, поставил церковь, наполнил нас Святым Духом. Сегодня наш с вами ход, сегодня наше с вами желание, вот эта божественная и детская ревность должна подняться до максимума. Аллилуйя! Господь видит боль людей, Господь слышит их вопль, и давайте вместе сейчас пойдем в молитву. Молитесь вместе со мной, братья и сестры, наполняйтесь Святым Духом, и мы продолжим делиться дальше пророческим посланием. И, конечно же, я верю, что Господь будет сегодня вдохновлять каждого из нас, вдохновлять то, что Он все еще чудотворец, Он делает чудеса. И я чувствую у кого-то из вас, вы знаете, вы говорите, что как унять душевную боль? Когда есть боль в теле, можно принять просто какое-то обезболивающее, но как убрать вот эту душевную боль, драгоценные? Я верю, что Господь говорит моей благодати, моего помазания достаточно. Написано, что Иисус был искушаем во всем, кроме греха. Он испытывал боль предательства, боль потери, боль смерти. Он испытал всю эту боль, и Он говорит сегодня тебе, Его благодати достаточно. Нам просто нужно сейчас услышать Его голос и позволить Ему открутить этот краник, снять этот блок, и Его благодать просто рекой устремиться на твое израненное сердце. Я просто вижу эти израненные сердца, израненные сосуды, израненные души. Господь говорит моей благодати достаточно, поэтому драгоценные сейчас нам нужно просто подключиться к Его божественному потоку, к Его божественной силе. Он знает как, Он пережил это все, Он прошел через это все, Он не человек, чтобы не знать, что сказать, чтобы не знать, знаете, когда у человека какая-то потеря, и мы как люди, мы не знаем, что говорить. Но ты имеешь дело сегодня с всемогущим Богом, ты имеешь дело сегодня с Духом Святым, Он точно знает, как дать тебе второе дыхание, как дать тебе снова пережить эту радость жизни. Я верю, что Господь кому-то из вас, особенно тем людям, которые испытали вот эту сейчас потерю серьезную, Господь говорит, ты недооцениваешь мою благодать. Позволь мне стать твоей жизнью, позволь мне стать твоим смыслом. Господь знает как, Он знает, что предлагает тебе, Он буквально является смыслом, жизнью, дверью, хлебом, будущим, мечтой, семьей. Он может быть стать всем для тебя, родные. Господь приглашает нас, свой поток исцеляющей силы, и не важно, где вы сейчас находитесь, просто сделайте это решение, подключитесь к этому потоку, доверьте Ему свои израненные сердца, доверьте Ему свои души, доверьте Ему свои тела, Он знает, что Он предлагает, Он ради этого отдал свою жизнь, Он самый лучший специалист по чудесам, Он сердцевегец. И давайте просто доверимся Ему. Аллилуйя! Итак, драгоценное, это время чудотворной силы Божьей. Я верю, что для нас с вами, кто сейчас в эфире, кто смотрит в записи, и я говорю это, и напишите пророчески сейчас, те, кто смотрит у нас и в Инстаграме мы, да, и на Ютубе, и на Фейсбуке, напишите, это время чудотворной силы Божьей, это время чудотворной силы Божьей, чудотворения. Какое-то время назад Господь говорил мне, когда я молилась для нашей команды, для служения нашего, я наполняю это служение чудесами, и я знаю, что Он это делает, дорогие. Буквально недавно мы созванивались с группой служителей, и у меня было слово знание, я думала, это просто какое-то образное выражение по поводу мышечной слабости. И сестра говорит, моему мужу поставили диагноз, она назвала болезнь, и эту болезнь ни разу не слышала вообще, но Дух Святой сказал, поэтому, драгоценный, давайте прислушиваться, Он действительно изливает сейчас чудеса свои на эти эфиры, на эти служения. Он слышит ваши вопли, Он видит вашу боль, Он хочет сегодня посетить вас, ваши семьи посетить своим драгоценным Духом. Аллилуйя! Только бы мы услышали, только бы мы подчинились Ему. Во имя Иисуса идем, драгоценные, в молитву. Это время чудотворной силы Божьей. Драгоценный Дух Святой, я благословляю сейчас каждого брата и сестру. Господь, спасибо Тебе, что это Ты собрал нас сегодня у Твоих ног. И я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы сейчас, Господи, глазами нашей веры, глазами нашего Духа, Господи, мы увидели Тебя, который широко раскрывает свои объятия. И мы, как маленькие дети, бежим к Тебе, запрыгиваем на Твои колени. И кого-то из нас, Господь, Ты так крепко обнимаешь, что, Господи, нам не нужно не вырываться, нам не нужно ничего делать, но просто успокоиться в Твоих объятиях. И я молюсь, дорогой Господь, пусть помазание Твое сейчас проистекает, когда я говорю Твои слова в послушании Тебе, Господь. Твое драгоценное помазание пусть исцеляет людей там, где они есть, в разных странах и городах, именем Иисуса Христа. Пусть проистекает, Господь, Твой драгоценный елей, который обволакивает, Господи, этот пластырь, который Ты обещал, дорогой Господь, этот пластырь, который сверхъестественно убирает всякую боль во имя Иисуса. Молитесь, драгоценные. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя, что Ты сейчас посреди нас. Твое присутствие, Господи, обволакивает нас от макушки головы до подошвы ног. Господь, спасибо Тебе, что Ты призвал нас в Твой мир сверхъестественного. Господь, Ты чудотворец, Ты специалист по чудесам. И мы прославляем Тебя, Господь, сейчас в наших телах и в наших душах во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Драгоценные продолжение нашего эфира. Я хочу обязательно поделиться тем, что Господь говорил мне в отношении, как проявлять Его исцеляющую силу. И я знаю, что так много есть боли и страдания. Буквально недавно мы были в одном эфире. Это было служение хвалы и поклонения. И во время поклонения одна сестра вышла и сказала, что когда мы поклонялись, я не могла поднять руку. Во время поклонения моя рука начала подниматься полностью. Что это такое драгоценное, Господь снова нам напоминает, когда мы в Его присутствии. Когда мы сконцентрированы на Нем. Тогда отпадают все твердыни. Тогда из нашего духа поднимается Его сила. И наши тела реагируют на Его драгоценное помазание. Я прошу вас, любимые, просто позвольте вашим телам сейчас проявить. Позвольте вашим телам подчиниться сейчас Божьей силе. Подчинитесь Его потоку. Surrender на английском. Просто подчиниться. Господь, я знаю. Помните, если хочешь, можешь меня очистить. И что Господь сказал? Хочу очистить. Господь сегодня нам с вами говорит. Хочу. Будешь целён. Хочу. Начни говорить. Я говорю, я слышу. Некоторые из вас, у вас проблема с речью. Как будто бы слабая речь. Вы не можете произносить чётко звуки. Возможно, это какие-то последствия сосудистых заболеваний. Или, возможно, это просто как заикание. Господь говорит, хочу. И Он прикасается к вашим устам. И, пожалуйста, напишите это свидетельство. Это будет такое ободрение. Мы сделаем репосты. Аллилуйя об этом. Я слышу, что Господь сейчас это делает. Именно с вашими устами. С вашим речевым аппаратом. Больше ничто не ограничит тебя. Ты будешь говорить от имени Господа. Ты будешь делиться Его любовью. О, дорогая сестра моя, во имя Иисуса, где бы вы ни были, мы вас благословляем этим словом. Принимайте Его исцеление. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Во имя Иисуса. Давайте будем дальше течь, драгоценные. Хочу поделиться то, что Господь мне тогда ещё сказал, вот в то утро, как мы назвали наш эфир. Господь говорит, Иисус будет видимым образом являть себя. Это не будет действительно зависеть от Его слуг, но Он будет искать людей. Послушайте, драгоценные. Он будет искать людей, с кем Он сможет отождествить своё сердце. Полное сострадание и милости к погибающим. Время короткое и слава Божья будет изливаться могущественно для спасения людей. Прямо сейчас, дорогие, мы на секундочку отвлечёмся. И те, кто понимает, и те, кого вы чувствуете, что вас захватывают эти слова, Господь говорит, добро пожаловать. Я слышу, как Господь буквально протягивает свою руку, и Он привлекает вас вот в это время, о котором Он говорил мне пророчески, это было более 10 лет назад. Он хочет это делать сегодня. Он говорит, что Он будет искать людей. И вот сейчас напишите вместе со мной и скажите, Господь, Ты нашёл меня. Аминь. Господь, Тебе не нужно больше искать. Ты нашёл меня. Он говорит, я хочу найти людей, с которыми я смогу отождествить своё сердце, полное сострадание и любви к погибающим. Аллилуйя. Напишите, это я, Господь, это я, отождестви со мной твое сердце, полное любви и сострадание к погибающим. И ещё одно предложение. Время коротко. И слава Божья будет изливаться могущественно для спасения людей. Любимые братья и сёстры по всему миру, пойдём ли мы сегодня за нашим Господом след в след? Будем ли мы достаточно дерновенны или смелы? И смелы, чтобы не позволить никаким другим следам увлечь нас за собой, увлечь нас по своим каким-то стезям. Будем ли мы достаточно смелы, дерновенны и смиренны, чтобы говорить, меня интересует только след Господа. Аллилуйя. И тогда, и тогда Господь скажет, я смогу отождествить своё сердце с твоим. Давайте синхронизировать сегодня наши сердца, любимые. Давайте синхронизировать сегодня наши разумы. И то, с чего я хотела тоже начать, перед тем, как я расскажу свидетельство, мы будем молиться. Любимые, это послание сейчас так горит в моём сердце. Это не столько касается исцеления, но без этого мы с вами обязательно будем спотыкаться. Итак, драгоценные, представьте себе, помните, как в детстве мы играли в такие игры, мы завязывали кому-то одному повязку на голову, мы раскручивали его и потом отпускали, чтобы человек начинал искать тех людей, которые от него прятались. Вы помните, да, с закрытыми глазами. Вы помните это ощущение? Кто из вас играл в эту игру? Когда тебя раскручивают с закрытыми глазами, потом ты, когда начинаешь уже идти, такое впечатление, что происходит разбалансировка, ты потерян, ты теряешь ориентацию, да, и вот это равновесие теряется. Любимая, у меня серьёзное предупреждение для нас с вами, драгоценных братьев и сестёр. Катаклизмы и потрясения последнего времени, вот они делают вот это с церковью, по крайней мере, пытаются это делать. И когда церковь разбалансирована, раскручена, потеряла ориентацию и потеряла равновесие, которое есть Христос и Его Слово, тогда нас очень легко сбить с толку. Но Господь нам напоминает сегодня о том, что наша концентрация должна быть максимальной, след, след, полная синхронизация с Ним, с Его Царством, с Его Духом, с Его Ценностями и лично с Ним, с нашим Господом. Я ощущала буквально недавно, что вот эти два года войны, скоро будет ровно два года, и до этого было ещё время пандемии, вы помните, все мы участвовали в этом, и мы много, конечно же, пережили и настрадались из-за этого. Но знаете, что я ощутила? Серьёзное предупреждение. Молитесь, пожалуйста, в Духе, молитесь, и мы обязательно вернёмся к молитве за исцеление. Я чувствую, что это просто вот такой, знаете, один поток божественный, и вам нужно это услышать. Сделайте, пожалуйста, также сейчас репосты. Мы не отвлекаемся, мы идём в одном потоке, в одном Духе. Эти два года, даже больше. Я верю, что Господь говорит, потрясение, когда весь мир трясёт. Господь говорит, я хочу, чтобы в этом потрясении моя церковь бежала ко мне, а не от меня. К сожалению, когда мы кидаемся в ценности, в борьбу за ценности и идеалы этого мира, когда не остаётся там Христу, потому что Христос говорит, я поддерживаю тебя в единственном сражении, сражении веры. Услышьте сейчас, хорошо? Я поддерживаю тебя в том, что Христос и Евангелие, и Господь говорит в последнее время, я сохраню, я проведу, я позабочусь о том, что вы исполните моё призвание, и вам не нужно бояться смерти, потому что смерти для вас не будет, внимание, если вы примете решение отдавать свою жизнь только ради Христа и ради Евангелия. Любимые, у меня ощущение очень серьёзное, что церковь вот в этих катаклизмах, церковь глобально, братья и сёстры по всему миру, мы с вами, мы рискуем оказаться неготовыми к тем событиям, которые ещё грядут. Господь снова нам говорит, что выжить на этой земле, а он заинтересован лично, чтобы ты выжил. Почему? Потому что у тебя у единственного есть доступ к нему на этой земле, посреди катаклизмов, потрясений, глобальных правительств и так далее. Вы понимаете, церковь – это те люди, верующие, у которых есть доступ к Богу. И в то время, как этот мир орёт, Господь, но где же мир? Сколько ещё нужно положить жизни за этот мнимый мир? Вы слышите? Мы должны с вами отличаться, быть смелыми и сказать, эй, 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 услышьте, пожалуйста, Иисус Христос уже дал мир. Как насчёт этого? Понимаете, в этом мире мира уже не будет. Почему? Потому что в мире есть люди, которые добровольно подчинили себя сатане, и у них сегодня один план. Они перед пришествием Господа будут накалять эти печи, они будут раскручивать эти войны, они будут делать всё для того, чтобы войны продолжались. Поэтому, когда церковь поднимется, наконец, над этими войнами и скажет смело, скажет бескомпромиссно, скажет, возможно, непопулярно, но послушайте, послушайте, слова Христа не всегда будут популярными, но они всегда будут разделять дух и душу. Слова Христа при всей непопулярности будут поддерживаемы, догадайтесь, с кем? С самим Христом. И если Он поддерживает твоё слово, будь уверен. Он позаботится, чтобы тебя, во-первых, не убили, не выбили, пока ты не исполнишь своё предназначение. Он позаботится о том, чтобы у тебя было во что одеться, что есть, чтобы у тебя была платформа, где и как делиться, чтобы ты был неуязвим, чтобы говорить людям, послушайте, посреди войн и катаклизмов. Мы можем смело подняться и сказать, Иисус Христос – это наш мир. Мы, как церковь, должны подняться во время войны и вернуть слову «примирение» его истинный смысл. Примирение – это значит сделать Христа настолько реальным, каким Он есть, настолько удивительным продемонстрировать Его небессильным, непредсказуемым, который не знает как, не знает когда, не понимает, что делать и даже не может остановить эту войну. Нет-нет, мы должны представить Христа этому миру, такого, который всемогущий, который удивительный, который уже сделал всё, чтобы каждый, кто верует в Него, вошёл под Его покров и обрёл совершенный мир, совершенный шалом. Любимые – это Евангелие. И вот за это Евангелие сегодня дьявол кидает самые раскалённые стрелы, чтобы нас с вами, драгоценные, столкнуть львами, чтобы нам с вами, как церкви, навязать борьбу за человеческие идеалы. А я слышу от Господа очень серьёзное предупреждение. Вы готовы это услышать, родные? Я верю, что Дух Господень это откроет нам. Итак, Господь говорит, взирайте на Христа. Помните, да? Возряд на того, которого пронзили. Апостол Павел говорит, о горнем помышляйте, о горнем помышляйте, а не о земном. И Иисус говорит, ищите прежде Царствия Божьего. Что же это за послание такое важное, любимое? Это не о том, что мы должны, ну, конечно же, мы верующие, мы должны говорить, что мы верующие, мы должны вести себя, чтобы это отличаться. Нет, любимые, сегодня вот в это финансовое, финальный виток развития перед пришествием Господа, способность видеть Его, способность сверять все события только с Ним, с Ним смотреть на всё с Его точки зрения, эта способность спасёт нас. Эта способность позволит тебе прожить всю свою жизнь, которую Бог предназначил для исполнения поприща. Я говорю сейчас радикально серьёзные вещи. Пока церковь, если церковь не взирает на Христа, они находятся, люди, и в том числе церковь, находится в смертельной опасности. Они рискуют потерять свои жизни, и сатана лично заботится, чтобы на этот жертвенник войны и смертей всё больше и больше кинуть дров. Вы понимаете эту мысль? Церковь, которая ни на что не взирает и не позволяет себе, которая ни на что не взирает, а только на Христа, она не позволит себе потерять свою жизнь за что-то, что не Христос и не Евангелие. Драгоценные, это серьёзные вещи, и Господь посреди войн и катаклизм говорит, когда этот мир трясёт, я хочу мою церковь привлечь к себе, и я хочу подготовить их к этому финальному витку. Что значит подготовиться, дорогие? Это не только натренировать свои тела, чтобы убегать от кого-то, это не запастись солью или сахаром. Нет, главное, чем Господь хочет подготовить нас, как церковь, первое, на подготовиться, чтобы буквально уверовать в Господа. Веруешь ли ты? Веруешь ли ты истинно? Второе, церковь упускает момент во время войн и потрясений, объединиться буквально, как первая апостольская церковь. Мы упускаем это время, мы позволяем этому миру раскрутить нас на свои разборки, на свои разоблачения, дорогие. Но если уже говорить о разоблачениях, я снимала об этом пятиминутку, нету силы в разоблачениях. Дорогие, то, что мы пытаемся разоблачить и друг друга разоблачить, Господь говорит, я жизнь свою отдал, и я даю вам одно. Но, пожалуйста, разоблачайте главный грех. Люди не веруют в меня. Время коротко. Благодать заканчивается. Я даю вам способность силой Святого Духа являть меня, и тогда я буду разоблачать, обличать самый главный грех. Когда мы пытаемся разоблачить человека в том, что он якобы, как нам кажется, не делает то, что нам хотелось бы, что он не разменивает, и он не кладет свою жизнь, чтобы доказать человеческую справедливость, которая здесь. То есть, послушайте, в этом мире дьявол разжигает войны, разжигает пандемии, человеческая справедливость может быть камнем преткновения драгоценные. Мы не можем нашить человеческой справедливостью, даже если мы жизни свои положим, мы не сможем человека возродить от греха. А вот Дух Святой может. Поэтому Господь сегодня, когда этот мир кидается в конвульсиях и хочет уничтожить друг друга на этих войнах, Господь свою церковь зовет к себе и говорит, «Сохрани себя для меня. Отдай себя ради меня и Евангелия. И тогда я лично позабочусь, чтобы ты не ушел с этой земли преждевременно». Аллилуйя! Аллилуйя, драгоценные! Итак, я чувствую, что время заканчивается, как будто бы песочные часы кто-то переворачивает, и скоро-скоро последняя песчинка упадет. Господь говорит, «Скоро начинаются эти события, они уже начались». Но, церковь, не упускай самое главное. Натренируйся быть в единстве. Тренируйся сейчас слышать мой голос. Тренируйся сверять все обстоятельства только с перспективы Божьего Царства. И тогда, когда будет очередное потрясение, очередное убийство, очередная какая-то невинная жертва, очередной виток агрессии, очередное мы можем сейчас позревать эти правительства. Неужели это так сложно сделать то, что они обещали? Конечно же нет. Нет, но если мы будем сейчас кидаться и доказывать им, родные, мы потеряем время, мы потеряем ресурс божественный, понимаете? Поэтому научись на все события, самые вопиющие, смотреть с перспективы Господа. Иисус, что бы ты сказал? Иисус, что бы ты сделал? Если ты моя жизнь, если моя жизнь положена на алтарь тебя и Евангелия, то что посреди всех этих потрясений я буду делать и чего я ни за что не буду делать? Родные, вот такая проверка, вот такая переоценка должна произойти в сердце каждого человека. И я вам хочу сказать, да, это самые жуткие годы сейчас здесь у нас в Украине. Да, мы все это переживаем, но если вы только сейчас услышите, если вы только сейчас подчинитесь и скажете Господь, окей, учи меня тому, что ты хочешь научить твою церковь посреди войны. И тогда Господь снова скажет, мне нечего добавить то, что я уже сказал, вас не оставлю и не покину. Я хочу, чтобы вы смотрели на меня и только на меня. И я прочитаю эту фразу, когда апостол Павел говорил, помните, я не взираю ни на что. Почему церковь сегодня так на многое взирает? Почему церковь сегодня, даже не разобравшись, кидается и теряет свою жизнь, теряет свои ресурсы за то, что не приносит вечную славу Господу, вечный плод Господа? Почему? Не потому ли, любимые, что мы взираем не только на Христа? Господь, апостол Павел говорит, я ни на что больше не взираю. Он говорит, мне не на что больше взирать. Как апостол Петр, он говорит, куда мне идти? Мне некуда идти. Ничего в этом мире не насыщает меня. И, любимые, если мы придем к этой с вами осознании, к этой стадии, тогда этому миру действительно не будет чем нас связать, не будет чем нас дергать, вы понимаете? Что бы тебе ни предлагали, ты скажешь, я не буду умирать ни за что, только ради моего Господа и ради моего призвания. Вы понимаете? Нам нужно стать твердо и понять, наше поле битвы только мы можем вести сверхъестественным оснащением. И так апостол Павел говорит, я ни на что не взираю, только бы с радостью исполнять мое поприще. Иисус, зная все, чем придется столкнуться тебе, моему брату, моей сестре, он сказал нечто очень важное, и именно это нам сегодня нужно принять. Он говорит, я своих не оставлю, я своих не покину, я буду с вами до скончания века. Напишите, все я с вами до скончания века. Итак, мы действительно ни на что не будем взирать. Почему столько путей отступления? Почему столько религиодных вариантов служения и призвания? Почему? Потому что драгоценные братья и сестры не до конца, они как бы не поняли этого обетования. Я с вами, а вы со мной. Сегодня спрашивает Господь свою церковь. Для некоторых по-прежнему это просто слова, но в этом величайшая сила, которая, наконец, лишит нас с вами страха. Это откровение проведет невесту Христа через точку невозврата, и тогда Дух Божий сможет беспрепятственно действовать через тебя и меня. Родные, давайте просто сделаем глубокий вдох, и пусть это будет духовное такое, знаете, пророческое действие. Давайте снимем эти повязки. Давайте запретим и не позволим этому миру раскручивать нас, чтобы мы теряли ориентацию. Господь говорит, номер один, главная способность церкви последнего поколения, последних лет перед пришествием Господа, это знать его сезон. Напишите, знать его сезон. Господь говорит, не ваше время знать времена и сроки, но сезоны нам важно понимать. Как женщина, которая точно может сказать, когда схватки только начались, когда они усиливаются, когда второй период родов, аминь, когда третий период родов, и когда сватки переходят в потуги. Тело Христово, я прошу тебя, и я говорю тебе от имени Господа, время, когда потуги, когда каждая клетка тела должна участвовать только в одном процессе. Это процесс перед пришествием Господа, когда господин жатвы высылает своих делателей на жатву. Этим мы предвосхищаем приход Господа. Он говорит, и проповедано будет Евангелие по всей земле, и тогда придет конец. Он не сказал, будет война, потом еще одна война, потом кто-то нажмет на красную кнопку, потом еще, потом не будет достаточно оружия, потом будет еще больше. Нет, нет. Для нас показатель – это Евангелие. Как вы думаете, Господь знал, о чем говорил? Он прикрывает свои спецвойска, своих делателей и жнецов. Он дал нам единственное оружие, я не устану об этом повторять. Он прикрывает собой. Церковь, не выходи из своего строя. Церковь, не уходи из-под прикрытия твоего Господа. Время коротко. Знай его сезон. То, что этот мир называет самой жуткой войной. Сейчас 46 примерно идет войн по всему миру. Вы слышите, драгоценные? Если мы позволим СМИ просто тыкать нас и смотреть так, как они хотят, чтобы видели, дорогие, мы реально рискуем распродать. Самое главное – и разменять, и за борьбу этих человеческих идеалов, которых не существует, любимые. Мировые правители попрали эти идеалы. Мировые правители мастерски научились у Отца лжи, лгать людям. Поэтому, дорогие, Господь говорит, в тебе Дух Святой. Научись, наконец, различать мотивы людей. Еще немножко отвлекусь. Это все в одном этом послании. Когда я училась в телекиноискусству, у меня есть одна из специальностей, мои магистры телекиноискусства, мне рассказывали, что у политиков есть специальные курсы. Я ничего нового тут не скажу. Нет, я не думаю, что это будет какой-то риском того, чтобы быть забаненной, потому что это открытая информация. Политиков обучают говорить, скажем так, то, что не соответствует действительности, но говорить это уверенно. Как вы думаете, кто это обучает? Он отец лжи. Он был человека-убийца от начала. То, что делают правители, у них одна цель. И я просто даю вам направление, в каком нужно размышлять, потому что церковь должна быть не ослепленной собственными СМИ. Мы должны понимать, что сегодня страны, которые участвуют в видимых конфликтах, сегодня эти страны одновременно, синхронно принимают одни и те же указы и ездят на одни и те же собрания в высоких кругах. Мы просто думаем об этом и не позволяем вот этим замыслам мировых правителей нас столкнуть, нас обессилить и вывести из нашего единственного эффективного строя, который приносит вечную славу Господу. Еще раз, дорогие, в борьбе за мир Господь не хочет, чтобы мы отдали свои жизни. Он говорит, я мир принес, я мир уже дал, я даю вам мир, говорит Иисус Христос. Цель церкви, борьба и сражение церкви, остаться в вере, остаться в единении вот с этим князем, царем, да принц, принц of peace на английском, да, князь мира, это наш Господь. Если ты будешь на связи с Ним, везде, куда ты не будешь идти, будет Его божественный мир. Вот это Евангелие, дорогие, да, оно отличается от послания этого мира, нам нужно, наконец, с этим смириться, нам нужно, наконец, быть смелыми и сказать, да, Господь, мы никогда не будем, как этот мир, возможно, нам хочется, чтобы нас поняли, но они не будут нас понимать, говорит Господь. Но Он говорит, если ты будешь верен Мне, если ты будешь бескомпромиссно говорить Мое Слово, и я позабочусь о том, чтобы ты был сверхъестественно защищен, и чтобы Твое послание было не просто в человеческих словах, любимые, но в явлении Духа и силы. Аллилуйя, 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 спасибо тебе, дорогой Господь, драгоценно я благословляю вас. И сейчас оставшиеся несколько минут, давайте возьмем это послание, и, конечно же, то, с чего мы начали, это поток чудотворной Божьей силы. Аллилуйя, кто еще не сделал репост, дорогие, давайте будем молиться. Я верю, и я знаю, что Бог предназначил это время, чтобы нам с вами войти в этот поток, и просто плыть в его исцеляющей, живой воде. Во имя Иисуса, дорогой Дух Святой, спасибо тебе за твое послание, и спасибо тебе за твое драгоценное помазание, которое ты сегодня щедро изливаешь на моих братьев и сестер. Господь, я не ограничиваю тебя. Мы дерзновенны в твоем слове, и поэтому, Господь, мы переходим в эту стадию твоих чудес в наших жизнях, в нас и через нас. Господь, мы позволяем глазам нашего Духа видеть прямо сейчас, как ты прикасаешься и исцеляешь, независимо от времени, независимо от расстояния, ты прикасаешься и исцеляешь моих братьев и сестер твоей драгоценной силой. Боже, мы доверяем тебе, и мы отдаем тебе, Господь, сейчас наши тела, чтобы они начали транслировать, Господи, твою силу, реагировать, Боже, на твое драгоценное помазание во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Господи, спасибо тебе. Аллилуйя, Аллилуйя, дорогие, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Дорогие, молитесь, пожалуйста, в духе. Давайте побудем еще несколько минут в этом потоке исцеляющего помазания. Господь, спасибо тебе за твои дары, которые сегодня действуют. Господи, спасибо тебе за твое присутствие, Божие, в котором достаточно сказать только слово. И наши тела подчиняются твоей драгоценной силе. И я посылаю это слово во имя Иисуса Христа, творящее слово в тела наших братьев и сестер. И я говорю во имя Иисуса. Каждая клетка, да, отреагирует на драгоценное электричество, божественное небесное электричество, святого духа во имя Иисуса. Давайте, любимые, если что-то вас беспокоит сейчас, да, или кто-то из родственников, да, начинайте молиться, или положите на ваше тело сейчас руки, на ваши головы, на ваши сердца. Халлилуйя во имя Иисуса. И мы будем верить, и мы будем принимать сейчас, как от божественной силы твоей даровано мне все. Давайте вместе говорить это слово драгоценное. Как от божественной силы твоей даровано мне все, потребное для жизни и благочестия. Мы говорим нашим телам, вы подчиняетесь воле Божьей, вы не диктуете нам, как себя чувствовать и что делать. Я говорю во имя Иисуса Христа. Помазание Божье обновляет, очищает и исцеляет каждую клетку, каждую систему, каждый орган во имя Иисуса Христа. Халлилуйя, Господь, спасибо тебе, что ты посреди нас. Мы подчиняемся, Боже, твоему слову. Господи, мы на твоих коленях, и мы благодарим тебя за исцеление и сердец, и душ, за исцеление тел, Господь, за исцеление отношений во имя Иисуса Христа. Халлилуйя, во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, Господь. Халлилуйя. Давайте прославим Господа вместе. Я верю, дорогие, что Дух Святой сейчас рядышком с нами, чтобы посадить тебя и меня на его колени, чтобы снова и снова излить свою любовь и свое сострадание. Помните, он сжалился и прикоснулся. Я верю, что эта сила сострадания и любви сейчас высвобождает поток исцеляющей силы в ваши тела. Давайте просто принимать. Аминь. Давайте вместе помолимся и скажем. Я принимаю. Господь, я принимаю твою исцеляющую силу, благодать и обновление. И особенно мы молимся сейчас о тех семьях, которые потеряли близких. Господь, которые столкнулись с самым страшным. Или это развод, или это потеря близкого человека. Именем Иисуса Христа. То, что Господь, ты сказал вначале, что если мы только отдадим тебе место, Боже, ты знаешь, как наполнить и как дать продолжение жизни, как дать будущее и надежду во имя Иисуса Христа. Я, дорогие, кому-то из вас сейчас говорю, и, возможно, у вас есть родственники, обязательно перекиньте или знакомые этот эфир, потому что слово, которое Господь сказал Иеремии, я верю, сегодня Господь говорит это кому-то из вас. Ибо я знаю, какие намерения имею о тебе, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущее и надежду. Будущее и надежду. Доверьтесь ему драгоценное. Возможно, вы не получите сразу все ответы, потому что годами дьявол накручивал и навязывал свою систему ценностей, свою систему стереотипов. Поэтому сейчас у нас не может быть ответов на все вопросы, почему этот человек погиб, почему произошло то-то и то-то. Но, родные, сейчас не время искать эти ответы. Я одно точно могу сказать, с этими смертями Бог не имеет ничего общего. Подчинитесь ему, отдайте ему свои жизни и скажите, Господь, я доверяю тебе, ты можешь стать моим хлебом, моим будущим, моей надеждой. Сейчас время опустошить сердца от боли, прийти на его колени и дальше он будет говорить с вами. И это возможно, это возможно, получить ответы и получить исцеление, но это между тобой и твоим Господом. Сначала опустоши сердце от обиды, сначала опустоши сердце от отчаяния, от горечи, от разочарования в Боге. У него нет ничего общего с этими смертями, родные, но сначала сделай это, потом он будет говорить с тобой лицом к лицу. Он утешит, он даст тебе будущее. Поверьте, родные, есть будущее, даже у тех, кто сегодня потерял весь смысл. Господь знает, он прошел все это, он знает боль потери, он знает боль смерти, но он говорит, если ты только впустишь меня, я тебе помогу. Он не человек, это мы, люди, бессильны, а он точно знает, как сейчас исцелить так, чтобы не осталось и следа, так, чтобы между тобой и вечностью, которая в тебе, больше не стояла это смерть или потеря драгоценного человека. Аллилуйя, я благословляю вас, родные, этими словами, я точно знаю, что это не просто слова, это его объятия сейчас окутывают вас. Примите, пожалуйста, примите во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Хорошо, любимые, мы будем делать эти эфиры чаще, мы будем продолжать с вами общаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку, за молитвы, особенно, когда наступают гонения, особенно, когда есть люди, которые ожесточают сердца, но Господь дает благодать. Поэтому спасибо за поддержку, за финансовую поддержку, за партнерство. Многие из вас уже знают, я хочу сказать тем, кто еще не знает, мы уже активно готовимся к еще одному большому пасхальному Крусейду Иисус посред нас. И мы просим вас о том, чтобы вы помолились и спросили у Господа. И, возможно, Господь ваши сердца направит и даст вам удивительные драгоценные семена вечности, чтобы вместе мы могли спасать драгоценные души здесь, в Киеве. Спасибо, родные. Благословляю вас. И, конечно же, до скорой встречи. С миром Божьим мы полетели и притяжение неба с каждым днем все сильнее. Аминь, дорогие. Аминь, дорогие.